Великой Октябрьской Социалистической Революции 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 В короткие сроки был восстановлен цветущий край, Волдавия, ставшая одной из самых развитых советских республик, где наряду с ростом показателей пищевой и легкой промышленности быстро развивалось машиностроение и приборостроение. Создавалась уникальная прогрессивная экономическая структура, формировались и наращивали квалификацию рабочий класс, инженерно-технический корпус, научно-техническая интеллигенция. В 1961 году была создана Академия наук, и вот совершилась перестройка под руководством лучшего нетца года. За 25 лет, прошедших с начала развала Союза, Молдавия потеряла почти всю промышленность за исключением виноделия, переработки аграрной продукции и сахарной отрасли, попавших в частные руки. В одном только Кишиневе закрыли счет марш, виброприбор, сигнал и микрон, что составляло две пятых национального дохода. В 1991 году захватившим власть досталась не разрушенная страна, а высокоразвитая республика. И в этих условиях творцы либеральных реформ, несмотря на кредиты, никак не могут достичь уровня жизни, который был обеспечен советской властью. Уровень упал почти 2,5 раза в жизни, а население сократилось на 30%. Это настоящий геноцид к своему народу. Имеем двойную составляющую в руководстве. С одной стороны, гуржуазное, большинство парламентов и правительств, а с другой стороны, президент, который был выбран от соцпартии Молдавии и ориентирован на Союз России. Референдум 17 марта 1991 года однозначно подтвердил желание сохранить уникальную цивилизацию, опирающуюся на многовековую общую историю русского, молдавского, а еще двух сотен народов Советского Союза. Прошедшие четверть века продемонстрировали, что как ни пытали западные кукловоды и местные националисты и либералисты очернить советское государство, ощущение его величия и славы сохраняется в умах и сердцах наших соотечественников. И поэтому наша задача, в первую очередь, это восстановить нашу единую общую родину, общий союз. Наши недруги беспокоятся только о собственных интересах, которые пошатнутся, когда союз облетет реальное очертание. Их дрожь в коленках лучшее подтверждение права для нашего дела. Ведь Западу выгодно иметь дело отдельно с каждой республикой, задавливая ее денежными подачками и пугая компроматами нам воровавшуюся риту. Как говорится, разделяй и власть. К сожалению, на текущий момент на территории Советского Союза имеет место коммунистическая многопартийность. Это серьезный тормоз для восстановления нашей Великой Родины. Так, в 2009 году, сдав власть проевропейским и юнистским партиям, председатель партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин подтвердил свою кредо. Личная безопасность превыше всего. За 8 лет своего президентства он построил коммунист в отдельно взятой семье. Получив в 2001 году абсолютную поддержку народа под лозунгами «За связь России и Белоруссии», «История Молдави вместо истории Румынии» и «Русский язык второй государственный», Воронин не выполнил ни одного из этих пунктов. А в самом конце своего президента поменял в программе партии положение об интеграции с братскими союзными республиками на европейскую интеграцию. Можно ли доверять такому политику? Ответь очевиден. При этом для поддержания на плаву Демократической партии, которая возглавляет друг сына Воронина Владимир Плохотнюк, он инициировал переход 14 депутатов под ПКРМ во фракцию Демократической партии, одним из которых является племянник Воронина Артур Ишельников. И в свойственной манере Воронин заявил, что он ничего об этом не знал. Добравшись до власти, альянс за европейскую интеграцию начал активно перевоспределять собственность республики. В результате самый почтенный банк с истории с 1952 года, известный Сбербанк СССР, сейчас он назывался банкой деэкономии, был ограблен на 1 миллиард евро. Чтобы опродаться перед западными донорами, был назначен виновный Владимир Филар, принес министр Молдавии, которому присудили 9 лет колонии с отбыванием на севере республики. Однако он до сих пор находится в СИЗО Кишинева, в одиночной камере, которую он отремонтировал со всеми удобствами, а к стоматологу его увозят в частную элитную клинику на собственном автомобиле. В прошлый 2016 год был ознаменован выбор не президента. Основными фаворитами были представитель социалистической партии Игорь Додон и представитель партии демократических сил Майя Санту. Учитывая, что Додон продекларировал курс на сотрудничество с Россией, мы решили поддержать его кандидатуру. Во втором туре с перевесом 5% он выиграл в Кумае Санту. Первые шаги Игоря Додона на посту президента Молдавии были совершены в сторону России. Участие на параде победы в Москве с возложением цветов в Александровском саду к могиле неизвестного солдата у Крымевской стены совместно с Путиным добавило очков в копилку Додона. Одновременно с этим президент Молдавии провел ряд встреч с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, после которого президент ПМР заявил, что Терасполь не интересует план по федерализации Молдавии, поскольку Приднестровье хочет независимости, а затем объединение с Россией, о чем его жители заявили еще на инфеендуме 2006 года. При этом он спрашивает, Молдавия готова к федерализации, готова менять Конституцию, готова менять законы, готова сделать русский язык вторым государством, готова дать статус российским вооруженным силам, которые находятся на территории Приднестровья. Нет ответа. Тогда давайте уйдем от политики и решим проблемы, от которых зависит жизнь простых людей. В ином случае противодействие будет равно силе давления на нас. Здесь необходимо отметить, что война на Днестре в 1992 году началась в первую очередь из-за отказа руководства Молдавии предоставить русскому языку второй государственный язык и переименование молдавского языка на румынский с одновременным введением латинского шрифта. Аналогичная ситуация возникла в 2014 году и на Донбассе, где народ восстал против националистического производства в Киеве. В итоге и для Молдавии, и для Украины потеря русского языка – это потеря государственности. Вспомним также действия Воронина по отбору у Приднестровья таможенных печатей, что созвучно с действиями нынешних властей Молдавии и Украины об установке совместных пограничных и таможенных постов на переходе в Пермамайск-Кучурган. Советская власть действовала по развитию национальных культур, заботилась о повышении уровня жизни людей. Приведу такой пример. В 70-е годы резко поднялись мировые цены на какао. Но генеральный секретарь ЗК КПСС Брежнев заявил, что мы пойдем на любые затраты, но наши дети в школах и детских садах будут пить какао с молоком. Это был самополагающий принцип. Все во имя человека, все во благо его. При этом единую нацию, складывающуюся столетиями искусственно, не по нашей воле, разлили благодаря лучшему немцу Горбачеву и алкоголику Ельцину, сузя границы нашей Родины до Екатерининской эпохи. И в Молдавии, и в Приднестровье необходимо воспитывать политическую элитию на основе подлинного интернационализма и ориентированного на создание союза. А какую элиту воспитали в Молдавии за 25 лет, видно по последним событиям, связанным с коррупционными действиями Кишиневской мэрии. Сфабриковав результаты тендера, разрешение на средство платных парков в Кишиневе было выдано фирме, имеющей связи с чиновниками республиканского местного уровня. В результате под домашним арестом оказались мэр Кишинева, Дарин Киртака, племянник либерала ГИМПУ, и вице-мэр Мистер Грозаву, ряд депутатов и начальников отдела. Эти действия связаны с тем, что демпартия Плоходнюка рисковать потеряла лентинговые баллы, и нужны были эффективные действия правоохранительных органов, подчиненных Плоходнюку. При этом через несколько дней Грозаву отпустили, а Киртака разъезжает по Кишиневу на личном автомобиле, будучи под домашним арестом. В общем, одним словом фарс. В этой ситуации Республиканский комитет Коммунистической партии Молдавии принял решение поддержать любые интеграционные действия социалистов и команды президента Дадона по отношению к России и Белоруссии. Мы считаем, что наши силы – единство братских народов. И эта борьба в конечном отеке приведет к подсозданию нашего великого Советского Союза. При этом мы оставляем за собой право продолжить борьбу за Союз самостоятельно, в случае, если социалистическая партия Дадона повторит опыт партии коммуниста Воронина, предавших эту благородную идею. В заключение хочу привести слова моего прадеда, большевика с 1920 года. «Я счастлив, что при образовании в Молдавии из отсталого края высокоразвитую индустриально-аграмную республику имею непосредственное отношение, отдавая народу в большую часть своей жизни, своей души и сердца. Вот такая самая почетная привилегия была для коммунистов. И такое она останется навсегда. Идут современных коммунистов, опираясь на опыт старших товарищей, вернуть народу, его родину и завоевание революции. Мы преклоняем головы перед дающимися революционерами прошлого, отмечать их заслуги, как первооткрыватели новой общественно-экономической формации. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция, гордость и слава всего прогрессивного человечества». Спасибо. Аплодисменты. Спасибо.